Это прям вообще из International 5, прямиком двухмесячной давности. Наши комментаторы предлагали подраться. UBN хотят подраться. Ну, такая себе драка, знаешь... У цедеков прокатило и мы попробуем? Ну, это немножко, не знаю, не то. Все-таки эти герои все, они не супер сильные в начале. Кливерни надо добирать какого-то... Ну, саппорт еще Night Stalker, но он, кстати говоря, в бане оказался. Причем тоже. Тут Secret как раз-таки подумали насчет этого. Забрали сами Бейна, еще одного сильного саппорта. И... Вот сейчас, судя по трем первым героям, у Secret, конечно, все выглядит намного лучше. И Лайнинг выглядит сильнее. И вдобавок пока что и Лейтгейм выглядит сильнее. Вот, если сравнивать трех персонажей сверху и снизу. Ну, Лейтгейм себе могут не выправить просто каким-то хорошим хэрри. Да, но дело в том, что уже Лайнинг имеет сильнее у Secret. И если сейчас Нью Бьянк захотят удариться в какой-то такой тяжелый лейтгейм, скажем так, то их могут просто задавить в начале на этом самом Лайнинге. Ну, вот сейчас Нью Бьянк нормально заходит Сларк. Они специально забанили сильного зомби, который бы пришел, мешал. И аппарат. Да, и вот сейчас Сларк хорошо описывается против героя в Secret. Ну, нахрен он не нужен для Сларка. Да я бы не сказал. Вот просто придут к тебе Бейн и Нюкс. И у Сларка будут большие проблемы, мне кажется, на этой линии, даже если два саппорта там будут стоять. Ну, нет, если Виктора Виверна еще взять нормального парня, типа Вич-доктора какого-то. И тут ты бах-бах. Да, конечно, герои сильные. Бац-бац-бац-бац. Да они всегда могут алхимика закрепить. Ага. Ну, опять. Опять этот саппорт шейкер. Вот он все испортил на второй пик. Вот теперь точно можно прийти туда, любой даблой. Ну да. И чувствует там себя фривольно, если будет любой миличный кэрри у Ньюби Янка. Соответственно, вынуждены они будут брать какого-то или Гирокоптера, или... Ну, при этом, на самом деле, ничто не мешает тикертам сейчас взять имберспирита. Или, возможно, опять это будет сейфлайн-клаб. Так же, как в прошлой игре. Это Дазл. Дазл СФ это любимая секретовская тоже тема. На ласт пик они могут очень много всего там взять. Ну, Ньюби Янк реальные проблемы. Я опять не могу понять. Единственное, что они могут, ну... На что они могут? Вот говорил Егор, вроде, перед началом матча, что редко когда они проигрывают пики в салат. Вот сейчас то, что я вижу... Сейчас то, что я вижу... У Сикретов прям на много все уверенно под графтом. Здесь еще Сикреты могут взять любого себе героя на изи-лайн. Вот антимага забанили Ньюби Янк, потому что, действительно, они ничего не сделают этому антимагу. То есть, там, СФ в миде стоит против Квапы. Да, возможно, Шекер подойдет, что-то там жизни СФ подпортит, но СФ все равно камбэкнется с леса, и абсолютный фрифарм будет у Керри Сикрет. Ну, я думаю, что Ньюби Янк хотят сами Эмбера взять. В общем, они забанили антимаг и сами заберут, чтобы у Сикретов не было. Потому что, если нет, то Сикреты возьмут Эмб... Я больше не знаю. Джаггер можно взять. Ну, нужен был ранжовый кэрри. Выбрали Хусика. Ну, а, Джаггер банит. Хусик здесь, конечно, не идеальный, но он как бы может побороться, если игра пойдет нормально. Если у него будут быстрые арты, тот самый Армлет там на восьмой минуте, шестой, восьмой, седьмой. И он там побежит и что-то сможет. Ну, вообще, очень много минус Армора уже у Сикрет. Плюс есть какой-никакой пьюр-дэмэдж от Бэйна. И... На самом деле, вполне ожидаемо при Хусика. Потому что они же еще забанили аппараты на перспективку. Потому что они не увидели Никса. Никс — это оффлейнер. Значит, Хусик может туда прийти и Никса выгонять в соло. И саппортом вот как раз Шейкеру будет спейс, чтобы сделать в миде что-то полезное. Жадного кэрри нельзя брать. Нет, как раз сейчас могут действительно жадного кэрри. Да и не будут. Мне кажется, сейчас может даже Клинкс для Этерналайну заехать здесь. Вполне возможно. Да, хорошо зайдет. С медалькой как раз, с быстрой медалькой, с дезолятором очень хорошо разбирается как раз с тем же самым Хускаром. Как же я ненавижу Клинкса с быстрой медалькой и дезолятором, боже мой. Что-то за личная неприязнь. Да верно, конечно, немного смущает в этом плане, но... Да я не. Мне кажется, что Ember Spirit они также могут его брать спокойно и играть в доту. Потому что, опять же... О, хорошо. Папич пришел. Я прям... Соскучился уже по... Не знаю, но Сикрита как-то... Победный. Ну да, у Ньюби у нас что-то непонятное. Опять же, пропушить они ничего не смогут, выход в лейд для них обречен. Там Хусиков в Рейс Кинг порежет. Ну, под минус арморами этими всеми. Зато это агрессивный керри для Ньюби Янг. Не Алхимик, которым они не играли, а все-таки Кускар. Так что это будет больше похоже на их стиль и игра будет чуть поинтереснее, чем первая. Будем надеяться. Ну, узнаем, смогут ли Ньюби что-то противопоставить команде Сикрит или нет. Узнаем это прямо сейчас. Передаем слово нашим комментаторам, Виталий Дмитрий. Вещайте. Да, наверное, стоит сказать, почему я, когда в «Алхимике» передавал слово исключительно Ярославу, потому что, в отличие от остальных так называемых аналитиков, Ярослав очень часто подключается к комментированию, поэтому я хотя бы помню его имя. Но остальные люди, сидящие там, для меня это просто серая масса. То есть, я не знаю, какие-то там типы. Вот, поэтому спасибо, Ярослав, за аналитику, ну и спасибо остальные за то, что помогли Ярославу. За то, что вы есть, да? Да, спасибо, да, спасибо. Без вас нам было бы, ну, реально впадло сидеть все время, комментировать. Так что спасибо, что вы заполняете паузы, пока профессионалы работают. Спасибо. Давайте смотреть игру. Ну что ж, у нас есть серьезное заявление. Мы с Виталием Вилочаем, так как болеем за хорошую дотку, хотим, чтобы Ньюби Янг выиграли. Да, 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 да. Я хочу, чтобы было 2-1. Я хочу, чтобы было весело. Я хочу Драку! Да, Драку! И Ньюби Янг мы видим, что хотят Драку. Конечно, Алхимикс, Ордианс и Монтакторим это было немножко весело, да? Там что-то фармил, фармил, но... Хватит нам фармить и самое время взять Хусика и пойти всем лиц разбить. Да, ну что СССС опять играет на Queen of Pain, Ле на этот раз играет на Виверни, МРРР играет на Шейкере, Джиа Джиа играет на Хускари, ну и в сложной товарищ Лу или товарищ кто-то там играет на Клакверке. И Team Secret, Паппи забирает суппорт Дазла, Мизери в очередной раз хардовый Нюкс Ассасин, Джеки и Рейс Кинг, Виха на Шадоу Финде и Пайлай Дай забирает Бейна. Ну и в триплу в сложную отправляется Team Secret, очень интересно, опять-таки будут стоять там против Хускара, будут стараться как-то с Хускаром справляться, Джеки вместе с Пайлай Дайем, возможно им еще на помощь потом подойдет Пупей, но и в самом начале игры Пупей будет в миде. Сразу же обращаю ваше внимание на то, что на втором стриме у нас идет матч ЕХОМ Альянс и там тренд протектор в пике, ребят, у команды ЕХОМ, так что включайте также второй стрим и смотрите за происходящим там. Так, тут тем временем у нас довольно-таки интересный лайнап, мы видим то, что Джеки вместе с Пайлай Дайем решили прийти в хард и пока решение довольно-таки приятное, потому что они не хотят дать Хускару вкачать себя, то есть всем прекрасно понимаем то, что на шестом уровне этот герой способен творить просто чудеса, если хорошо играется с Армлетиком, но вот до шестого у него немножко печальная ситуация, потому что рейнджа довольно-таки немного, всего лишь 400, но хотелось бы побольше, при этом у него Бернинг Спирс отнимает у него же ХП, так АПЛай, да, и так хорошо разминают двоих. Да, действительно можно, можно нападать на него, можно здесь стараться выигрывать вообще эту линию, мы видим Этернал Энви на папе Ч-61 имеет тоже Крипстат, в принципе неплохо. Получается, кстати, в спину зашел Энви, я думал, будет прямо сейчас атака под тавр, но с Байном, с Дазлом под тавр на первом левеле нападать так себе, хотя бы был бы Грейв, это было бы намного более, скажем так, правильно и более надежно, но без Грейва, конечно же, не стоит врываться вот так вот сходу. Да, и пока мы видим то, что у Team Secret все идеально, то есть мало того, что Shadowfint на миде стоит против Квапе, и мы видим то, что у него хороший Крипстат, а это только начало, и он будет дальше только отрываться. Сверху Нюксевич, ну, тоже вот, стоит против Квапе, как мы знаем, Мизери это умеет делать, это опасный момент, Мизери сражается с Клакверком. Да, один и второй чуть не появляет. То есть снизу полный развал. У Хускара 3-0, в то время как у Рейс Кинга уже 8-1, и очень скоро будет драка. Да, и ты знаешь, я думаю, Энви дальше будет продолжать вот это, набирать обороты, и вряд ли ему либо в этом помешает. Так вот, пошел у нас в тем временем не Марк Тикберн, а непонятно зачем, стан в Хускара, тут же Пупей подхил, как больно, подкреповый, это минус Хускара, Энви пошел дальше. Будет ли еще один стан, нет, стана не будет, но просто запиливают здесь Шейкера, очень ему больно и приятно, ну и легчайший фразглад на трипле делает Team Secret. Очень крутая комбинация против Хускара, то есть у него очень мало армора, всего двоечка, сапога нет. Бэйн дает слип, и немножко странно то, что его даже никто не анслипнул. В итоге подходит Бэйн, Рейс Кинг и у нас Дазл выдает невероятный дэмэдж. Усчитывая то, что Shadow View всего лишь уровень 1. Да, но если много крипов, мы с вами понимаем, что даже на первом левеле там просто лютая дамага, и как бы это сложно пережить. 4 из 5 матчей с триплой в Харде выиграли ребята из Secret, да, вчера мы помним, такая же статистика была по поводу ЕГЭ, где им давали стату, что ЕГЭ вообще впервые в патче пошли триплой в ложную. Так что, ну, опять-таки, это неплохая информация, да, для будущих соперников ЕГЭ. Да, кстати, стоит сделать маленькое объявление, писал уже драмер-менеджер Virtus.pro в своем твиттере, я ретвитнул это. Ребят, на разнообразных сайтах, вообще неважно, может быть, даже на официальном, есть какая-то предварительная уже ошибочная сетка плей-офф, так вот, она неверная. Жеребёвка плей-офф состоится сегодня поздно вечером, после окончания всех групп. Никто еще не знает, кто в какой группе, и этой информации нету. Так что, не верьте никаким там сайтам новостным, нету такого. Да, и еще сразу стоит сказать, что у нас, у Рухаба, у всего у нас нету сайта, и все сайты, которые вы там видите в интернетах, это все фейки, которые с вас будут выманивать рано или поздно ваши шмоточки в доте. Так что, будьте осторожны. Слушай, Виха тут в миде, прям замес. Строил. Против. Винок Пэйн. Виха. Хорошо играет, да. И это, да ладно, да, это фраг, это фраг, но тут должен забирать, конечно, Апупей в ответочку, и Полайдай занять в ответочку, но в любом случае, СССИ забирает Виху и... И Мизери может пострадать, нападает в Интерверну сверху, остается у него буквально лечить хп, нужно продолжать его забирать, нету ракетки у Клакверка, и Мизери может убежать. Да, спрятался, но здесь его, естественно, нашли. И еще один килл, в копилку Нью-Би-Ян. Да, неплохо, собственно, получилось, убили Мизери. Мизери, правда, успел там закупиться, у него реально один голды осталось в момент смерти. Он стоял там, ждал, когда его убьют, но в итоге 2-2. Нью-Би-Ян опять начинает, ты посмотри на крипстат, Мизери, 21-12, остановите этого жука, кто-нибудь, пожалуйста. И 6-2 у Хускара, мне этого чувака жалко. Ну, задрог Мизери, что еще про него сказать. Мизери, да, Мизери просто какой-то нереальный, ну и Джиа-Джиа 6-2 на Хусике, ну и против него у Этернал Энви на Папиче 20 на 8, сильно, 21 на 8 уже. Да, пока суппорты понимают то, что если уж снизу мы ничего противнику сделать не можем, то самое время попробовать помочь на других линиях. То есть, в первую очередь, мы видим то, что Винтер Верна хорошо перетянулась наверх и забрала Никс Асасина. Ну, а Шейкер, в свою очередь, активно хочет помочь Квапея. Но, с другой стороны, мы видим то, что Пайлайдай защищает. Никс, Никс, нет, не умирает, не умирает. Да, Пайлайдай действительно на этот раз будет держаться больше здесь. Он понимает, что снизу все, что надо, уже было сделано. Хускара уже загнобили. Хускар просто делает тп-аут на топ. Кстати, надо лететь за ним. Надо лететь за ним, надо дальше продолжать гнобить Хускара, чтобы он даже второй левел на шестой минуте керри Хускар. Да, причем есть такой приятный момент, что Сикреты могут менять свои линии как угодно. То есть, с одной стороны, мы видим, есть Врейс Кинг, который миличник кидает стан, и с ним стоит два рейнджовых суппорта. А с другой стороны, если Хускар улетел наверх, то здесь тоже миличник, который кидает стан, это Нюксевич, и тоже два рейнджа, которые могут спокойно убить его. Слушай, тут внезапно мизери в Вендетте уже. И я думаю, для Ньюби Янка это тоже будет очень внезапно. Проблемы у Клакверка, с Вендеттой его щелкают, и сейчас будет еще Брейнсап, Клакверк пытается уйти, Пупей. Да ладно? Как это? Не пожадничал Брейн, мог с вами спокойно завязать. Ну да, надо было, решил, что и так добьют, но в итоге, мы видим, не добивают. Так, ну что ж, выехали за Хаскаром, который стоит у нас сверху. Ну это фраг, это однозначный фраг. И у них с руки просто запоминают очень мало армора, да и вообще третий уровень это совсем не то, и мы видим то, что он очень быстро погибает. Да, Квапа этим ремнем проседает, Мидия. Пупей тут под один хилл подставился у нас товарищ ССС, очень неприятно. Ну и Райскинг никуда не стал уходить, он понял, да вот боже, Виверна, Виверна не успевает в Конве Брейс спрятаться, а вот сейчас успевает и уходит отсюда. Он прибежал к Клакверку, у него нет шестого левела, поэтому нечего здесь бояться Этернал Энви, он на фуизах спокойненько отсюда убегает. Ну да, поменялся все-таки никнейм у Этернал Энви, это глюк с Риборном, мы уже и вчера этот глюк ощущали, то есть, да ладно, Энви, да ладно, неужели, да ладно, Энви, лол. Непонятно, что это было, но он просто фиданул. Не, Энви старается, Энви старается, старается довести дело до третьей карты, но я не думаю, что даже если он сильно будет стараться, то что у него получится, потому что, ну, как бы, тут, по-моему, без него могут справиться. Ну, пока да. Да, и очень хорошая перетяжка от Клакверка. То есть, мы знаем прекрасно, что Клакверк, это, наверное, вообще один из лучших борцов против ВК, потому что у тебя есть все необходимое. То есть, с одной стороны, ты можешь его закрывать в Коге, и тогда ВК будет вынужден бить Клакверка, а в это время твоя команда будет убивать. Ну, или вариант номер два, вот на самой линии постоянно сжигаешь у него ману. А без маней в Рейскинг, он, ну, не очень опасен, пока не обрастает артефактами. Ну да, скажем так, он идет, и толком ничего не может сделать. 73% винрейт на Дадли и Пупе, и 59 игр, Пайлайдай, тем временем проблема. Есть у Тиммейт, Пайлайдай погибает. Мизери может попытаться кого-то забрать, но тут очень много героев. Надо дальний Койл, как минимум по Квапе, Мизери! Пожадничал и на одного, и на второго. Импейл четвертого левела, но и в итоге не закончилось это ничем. Как-то вот складывается впечатление, что, ну вот, то ли не хочет в какой-то момент, то ли хочет перестраховаться, то ли не уверен в том, что этот подкоп нужен. Вот как-то так. Ну да, впечатление, что вообще байтили на Шадоу Финда. То есть не могли предположить то, что здесь стоит Сентря, хотя, возможно, мысли такие были. И Сеф, он думал, что сейчас они втроем на него ворвутся, и он будет спокойно всех убивать. Но, как мы видели, у нас Ньюби очень быстро среагировали. Квапа не стала женичать, моментально отступили. Ну, Энли сейчас еще раз умирает, но, правда, на этот раз с Маной. Ну, может, выжить, Смир убьет. И дерется до конца. И, кстати, умереть было бы даже неплохо. Для него сейчас Квапа, блин, через 6 секунд. И Энли на развороте драться. Стан еще один по... Ну, кстати, тут много людей, очень много людей уже на ДНВ уйти. Очень толстый клокверк седьмого уровня. Также подходит Хускаров. Подходит у нас еще и... Кто у нас? Бейн. Никто не подходит. В итоге просто оставляет одного Энли. Где же Дазл, которому нужно кидать Грэ? И это минус 2 от Ньюби Янг. Что происходит? КД на ТП. Вот что оказалось. КД на ТП. И почему Никс не прилетел? Почему СФ не прилетел? Но Ньюби Янг так нормально сейчас. От того ТП туда бы хватило, чтобы догнать всех. Что это за кидало вы сейчас от Сикрет? А, я не знаю. Я не знаю. Это очень странно. Это как-то очень-очень странно сейчас, то, что произошло. И Энли второй раз у нас погибает. Не круто, не круто. Но в Рейскинге сейчас он довольно-таки уязвим. То есть, в Рейскин, который теряет свой уртимейт на девятой минуте, становится очень слаб. Потому что у него всего 900 хп. Есть только один станд. Ну и по Ньюкам как-то выглядит он слабо. Мы видим, что... Так, Мизери. Напал на Хускара. Хорошо. Проблема у него. Здесь Квапа. Тут же подхил должен быть от Пупея. Есть подхил от Пупея. Проблема огромная у Виверны. Ее вряд ли отпустят. Есть тут ближний. Есть тут средний. Да. Ой-ой-ой. Как же там хилом-то Пупея дамажит. Квапа здесь. Квапа встанет. Ой, как больно. Сейчас будет Сикрет. Там Коги закрывает. Копер двоих на минус 2, на минус 3. Триплкил с Квапа. Это просто почти полный чимвайб исполнения Нью-Би-Янг. Булочки-то подрасслабили Сикрет. Нью-Би-Янг, браво. Смотри, где Энви. Смотри, где Энви. Энви находится на центре. И пользуется временем парни, Спейс. Спасибо. Распиши, типа... Нормально. А я говорю, пошел. Я пошел, пацаны. Вот это да. Но Энни сказал, что я с Энни больше никого не хожу. Все, пока... Я бы его сейчас убил. Квапа знает, что у Энви нету Ринкарнейта. Нужно его гнать. Есть Даггер 2-го левела. Но, правда, Маны нету. У Квин-О-Пейнт. Поэтому решили до конца, наверное, не идти. Вот Маны сейчас залил товарищ Лия. Там уже Аркантапки, кстати, у Виверны. 10-4, господа. И у нас внезапно начинается веселая игра. Мы хотели драку, мы ее получили. Несмотря на то, что был хусик заовнен просто в салате, но он все равно выносит почти уже есть армлет. И будет весело на топе. Бласт. Энви. Саппорт и вдвоем пошел ультимейт. В Энви есть ТП. На этот раз Энви надо убивать ультов. Энви успеет. Витапит. Энви один удар остается. Энви сделает. Энви добит. Энви. Энви все-таки умирает. Энви. И Мизери ничего не может сделать. Покер к ракетой добил. Можно попробовать догнать Шейкера, но Винтер верно сейвит. Есть Манау Мизери. Очень скоро будет стан. Неудачный бласт. Неудачный бласт. И вот так вот еще закарапасировался здесь Шейкер и умирает за это. Вот это да. Тут подмога. Смотри, тут ребята бегут в смоках. Причем выбрали довольно-таки неожиданное направление. И старались найти Сефа. Виха. Виха, братан. Проблема у Вихи. И он тут погибает. Ничего тут не сделает Виха. Дима, что происходит? Ну, они месят. Я же говорю, что мы с тобой за них болеем. И, в общем-то, ребятки-то могут. То есть, как видно, с агрессивной точки зрения все как-то нормально происходит. Вы берете клокверка, квапу, находите любую цель, хукшот и типуля минус. И Секреты такого явно не ожидали. Потому что сейчас мы видим то, что они как-то не сейвят друг друга. В Рейс Кинг он вообще в ту залу пилку от ТТПшится. Спасать своих ребят. И нужно их тепленькими брать. Пока получается. Да, да, я согласен. Пока у Queen of Pain все очень круто. Пока здесь появится сайленс. Очень-очень быстро будет. Вот, посмотри, сколько здесь стаков. И это все капуня. Ты посмотри, сколько денег у Вихи. То есть, я не знаю, что произошло. Но такое ощущение, что вот пока у нас там происходила движуха снизу, Копа как-то забрала все, что было у него в лесу. Ну, потому что слишком мало для него. Shadowfin, да, пошел Клак Верк. 0-3-2. 0-3-2. Стаков, наверное, никаких толком не было. Либо были, кто-то это все украл. И все плохо у Вихи. Но мы знаем, что вот эти молодые ребята, что Виха, что Миракл, они способны вылезать вот из таких игр. Сумаил, вот это самое главное способность Сумаила. Вчера у него была ситуация на 8-й минуте, у него было 0-3. А на 28-й у него было 11-3. И он там имел 28-тысячную творца просто. Ну да, в папчике они привыкают, что на них сосредотачивают свое внимание. Бегают там, прессуют чуть ли не всей командой в начале игры. Но благодаря поддержке своих союзников они умеют выкарабкиваться. Да, да. Из самой сложной ситуации. Так что они это дело умеют. Так, ну и пока у нас враг довольно-таки слаб. Самое время пойти попробовать напасть на Тауэр. Пупей, минус Пупей. Но Грейв будет, может быть, есть Грейв. Поможет ли ему Грейв? Нет, Грейв ему не поможет. Он должен погибать. Пайлайдай тоже должен погибать. Этернал Энви подставляется. Пайлайдай отъелся. Все-таки Энви директ доказал с Клокверком. Клокверка могут убить. Клокверк раскастовался. Неплохо размен один в один. Ну и вот на этот раз мы видим, как только Сикреты оказались все где-то в одном месте, все случилось в принципе неплохо так. Напали у нас на Хусика, но убивать его не хотят. Хусик не хочет с ульта полететь. Нет, не хочет. Ну и ладно. Не хочешь как хочешь. Ну отличный размен. Ну для Сикреты неплохой размен, скажем так. Ну что они забрали Клокверка, который как бы девятый левел, разменяем его на Дазма. Но Сикреты показали, что если мы будем стягиваться, то в принципе драки мы выигрывать можем. Хусикар по-прежнему без армлета, 15-ая минута, тайминг, ну такой себе. Забрали. Там Мизер издох. Мизер издох. Мизер издох забрал Аквапай, и вот сейчас мне нравится то, что делают Сикреты с точки зрения девардинга. То есть не часто такое видишь, ты ставишь одну сентрю, чтобы палить варды, вторую, третью, и когда ты на всех трех сентрях видишь, что варды отсутствуют, ты аккуратненько в своем лесу фармишь. Он был в атаке. Всем героям нужно подходить и фармить крипов. То есть нету какого-то героя, который может с огромного ренджа их отспамливать. Ну и, наверное, самое время пришло для Мизери попробовать через Виндетту кого-то забрать. Пока довольно-таки удивительно, но Ньюби умудряется предугадывать все действия Сикретов, и вот посмотри на Винтера Верну. Забежала одна у вражеский лес, проверила варда, варда нет. Пробежала, поставила обсервер, увидела Пупея, который пошел ставить очередную сентрю. Четыре сентри находятся уже в их лесу, и мы готовы идти и спокойненько их месить. Ну, конечно, очень-очень много времени тратят Сикреты и ресурсов сейчас на девардинг, но мы видим, не получается, все равно тут их видят. Все равно стоит вард, и Пупей будет очень недоволен, когда после игры он посмотрит на это, и поможет, что он не нашел вот этот вот вард, и что его очень хорошо здесь видно. Ну, нашим мальчикам главное не останавливаться, то есть нужно идти. Собрались пацанчики, пацанчики собрались, главное не стоять. Shadow Finder голый, у Shadow Finder все, что есть, это ПТ, такой жесткий, и Аквилка. Все, в принципе... У него через пять минут будет три слота. Да, а если вот напасть сейчас, например... А вот так вот, Энви, Энви две жизни, не забываем, прыгает Хусик, начинает бить, получает стан от Энви, получает подкоп, тут же есть Dazzle, он загривирует Энви, если надо. Есть Cold Embrace, есть ультимейт на краньяк, и тут Хускара просто убьют, скорее всего. Нет, Хускар жив, Хускар играет армлетом, Энви пошел до конца, пытается драться Хускар, в Карапасе, просто отличный Карапейс, четыре человека в Карапейс в Стряале, разменивает Энви просто на Хускара, забирает здесь у нас также товарища Клакверка, ну и Виверна тоже лопается, пацанчики наши гим, по-моему, сдулись. Да, по-моему, наши пацанчики сдулись. Как бы смешно не звучало, но Пупейз обожил. Да? Он, ну, просто не все видели, что он сделал, он нашел Кьюнфейн, который уже хотела прийти на своей команде, напомню то, что Кьюнфейн имеет 8500 NetWars, это больше, чем Клакверка и Хускара вместе взяток, и ни хрена себе, смотри, что он творит-то. Она просто подбежала, она просто дала сайлент и убила с руки Никса, и Никс такой, окей, сорян. И в итоге Пупей пожертвовал, не, не Пупей, а Пайлайдай пожертвовал собой. Он его заслипал на 5 секунд, а потом еще 5 секунд продержал в ульте. И отсутствие Кьюнфейн очень сильно сказалось на этом замесе. Ну, действительно, Энви просто райт-кликом пилил в тупую Хускара, рано или поздно он его запилил, он потерял свою жизнь, он шел дальше, он бил, потом он, хороший стан, еще дал Виверну, которая уже собиралась оттуда улетать, ну и в итоге драку его Сикреты заканчивают в свою пользу. Но останавливаться нельзя, по-прежнему же мы сильны, да, поскольку мы так слегка лидируем по NetWars, при этом выбили у Врескинга ультимейт, и Team Secret предпринимает самое верное решение, это постараться убежать от драки и пойти пофармить. Блин, всего два косаря, то выигрываем по NetWars и 500 XP, мало-мало-мало-мало-мало-мало в Ванжи, ну и выживает, на этот раз минимум СФ выживает, 300 хп остается, собирает он все лотар, так же, как и на прошлой карте, Shadow Blade, извините, Invis Sword, как он в доте называется. И Клакверк сейчас делал огромную работу, стянул наверх Байна, так же заставил СФ отступать на панта. Снизу Мизери сейчас умирает еще раз. Да, при этом еще забирает Мизери снизу, и самое главное, что в это время Кускар забирает Рошана. Да, но очень много времени у него это займет, конечно, мы не пытаемся тут играть, Верна танкует, но вот это очень опасная позиция. Мари Баша погиб. Да. Это очередные, короче, Рошаны с Кускаром, без доминатора и без хила. Вот обычно этим они и заканчиваются. Да, вот еще Shadow Fin подошел, забрал Вентерверну, которая ничего сделать не смогла. И теперь, можно сказать, смело, что это легчайше Рошан для Team Secret. Рошана, они украли Аегис, они убили троих. Как же жестко тут все вышло. Минус 3 от Нюби Янг. Не, пацанчики живы. Живее всех. Да, Хускар, конечно, лупень тот еще. Тактический эфир. Да, Мизери, убей, убить, убить. А, Кань, ну что ты делаешь, убить, просто нет. Я сейчас закончусь тут, просто. Игра становится нереально горячей, просто. Нюби Янг радует. Давайте, пацаны, мы же за вас топим. Мы решили, что надо топить, значит, надо топить. Не, надо за них болеть, да, потому что пора бить нагло в Team Secret. То есть, что это такое? Они просто на пофиг заходят на Рошана, полностью игнорируют Шейк, Таквафу, Клакверка, которые, ну, как бы убивают их нюками, там нет таких блэкинг-баров. И Нюби Янг сейчас на плюс морали готовы идти и противника с легкостью сносить. Ну, пока да, преимущество уже около 7 тысяч, и столько же по экспириенсу, Team Secret. Да, то есть, главное не останавливаться. Вот этот вот Shadowfin, который покупает себе лотарщик, и сейчас он думает, я как лотарщики пойду и всех с ульта убью. И он сейчас не боится, всего лишь тысяча хп. Тысяча хп в такой ситуации для квапы, просто зубы. Ну, в соло, она его в соло убивает. 600, да, 16 уровень. Там дротик, скрим, и упадает абсолютно все. И Джеки Мао. Джеки, сажали, есть Блэйд Мэйл. Неприятно бить Джеки Блэйд Мэйл, и у него колдаун ультимейта. Хорошо, Пайлайдай, минус Пайлайдай, будет ли гнаться дальше. А вот и Shadowfin с лотарщиком, которого тоже можно забрать. И минус 2. 24-10. Слушай, я уж хочу, чтобы Нюби Янг побыстрее выиграли третью карту у них отжали. Значит, нормальные ребятки. Да, мне тоже нравится, как Нюби Янг играют. Пошла уже наглость. Ну вот, Хускару надо бы донести себе Доминатор. Летит Курьерия. Нет, не Доминатор, Гем летит. Вот это они наглые. Гем берут, бедный Виха. Как же тяжело ему сейчас будет. Вижна не будет, Виху будет видно абсолютно везде. И это будет жутко неприятно. Мало того, что у тебя 1000 хп, так еще не спасает тебя Инвиз Сворд. Но это прям, я даже не знаю. Т2 Тавр в миде. Надо забирать. Преимущество уже больше 8 тысяч. Уже около 10. Наши Мизери. Мизери получил Сайленс. Его моментально забрали. Мизери погиб. И всем нужно бежать. Всем нужно бежать вообще. Здесь нет никаких шансов удачно подраться. Как они их избивают. Секреты встали в позицию. Но непонятно, чего хочет Купей. Бейн, Рескин. Бежать домой, домой. Вот Джеки уже бежит. Бежит, бежит домой. Джеки знает, что делать. Джеки понимает, что надо делать. Рецепт на Радианс! Что ты делаешь, Джеки? Какой рецепт на Радианс? Вам же базу сейчас пушить будут. Не, ну засейвится. Денежка, денежка. Экономится. Чтобы они ни в коем случае не теряли. И самое главное, что его всегда можно продать. Получив только там какую-то часть... Почку продай себе лучше. Я не знаю, толку будет больше. Ну как можно в такой момент покупать рецепт на Радианс? Тебе тут каждая копеечка может быть нужна. Тебя давят. Только у тебя проблемы. Это оптимист. Он говорит, парни, они такой же национальности, как и я. Я знаю, что они не зайдут. Они обязательно перестрахуются и на базу не пойдут. А, не Юбиянк-то, говорят, ребяточки. Вы-то не знаете, кто мы такие? Я уверен, что секреты понятия не имели. МВР что-то пишет Квапа у нас. Му пишет. Я не знаю, что пишет Квапа. Или просто рисует что-то. Может быть рисует, что где-то вот там соперники. Скорее всего, так оно и есть. Ну и не Юбиянк. Ну, не Юбиянк нужно идти. Ни в коем случае нельзя вестись на Т1 Тауэр, потому что сейчас вот как бы это развод. Это развод. Вы забрали Т2, вы можете пойти на Т3. Смотри, есть несколько ТП. Виха, братан. Сорян, будет греть. Хорошо, Блайндмейл. И Квапа у тиммейт по остальным может дать. И Мизери попался. Но надо добивать, надо добивать. Надо добивать. Какой там слэмданк залетел от МРРа. Просто конвейер смерти. А Team Secret такой увидишь нечасто. А Энви фармит радианс. Энви всё правильно говорит. Это был объективный пид. Он говорит, ребят, видите рецепт? Мы не можем драться. Ещё рано, у нас есть план, давайте подождём. Этва Тавр будет сейчас падать. Юби Янг очень близки к тому, чтобы выиграть карту Team Secret и сделать, наверное, самую большую сенсацию этого мейджора на данный момент. Ну, не знаю, Фнатик и выигранная одна карта у ЕГЭ можно, в принципе, назвать такой себе полусенсацией, но это Муши. Всё, что делает Муши, сенсация не может быть в принципе. Так, ну что же. Вот в такой ситуации, когда ловят твоего Шадоффинда, самое адекватное решение. Бежать. Их много, да. Бог с этим СФом, они всё равно за него много не получат. Они и так очень много зарабатывают. Там видим 14 тысяч голды. Заработок в интернете. Самое приятное. И после этого просто бегите в разные стороны. Но Дата такой говорит, сейчас всё будет, пацаны кидает Греев. Такой и Пайлайдай на развороте кастует ультимейт. На топе, на топе. Поймали Мизери. Мизери опять в сайленсе. Мизери просто избивает, как ребёнка. Всю игру зажали. Виху. Виха живи, но нету Пупея. Виха восьмой раз погибает. ССС, Биан, Годлайк. 15-1, 11, ССС. А НС предупреждал. НС, Джотман предупреждали, что этот товарищ умеет играть в миде. Поймали Пупея. Разорвали Пупея, сломали кребет. И дальше продолжает давить Нью Бианг. Можно идти. Можно идти на хайграунд. Можно идти на хайграунд. Там Дэфид против вас. Блин, рецепт на Радианс. Он продал рецепт на Радианс, да? Он продал, да? Он продал рецепт на Радианс. Красавчик, молодец. Теперь он что-то понял. Это правильный подход. Вот теперь претензий к Джеке нету вообще никаких. Это правильное решение. Адрид Бараки. Нью Бианг. 1-0 проигрывает серию. Напомнится полуфинал группы С. И это выглядит очень-очень весело, скажу я вам на секундочку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, что-то еще могут забрать за этот заход или только мидлейн? Пошло Виталити. Можно спокойно отойти. Энви идет в атаку, Энви. Поверил в себя. В рассыпную. Рокет. Мизери убили. Мизери можно убить. Есть просветка. Квапа прыгает. Цепляет ее на БКП. Вы ее не убьете. В БКП. Хускар. Лебедь. Клоквер. Врывается в Пайлайдай. Квапа ультимейт. Пайлайдай погибает. Пайлайдай. Сейчас топили там Клокверк. Этернал Энви. Первая смерть дети. Сэф. Хороший ультимейт. Почему-то мало дэмэджа нанесло. Потому что, наверное, есть Глимер. И выживает здесь неверно. Проблемы огромные у Этернал Энви. Второй раз его заряд. Шекер получает ультимейт просто в лицо. Энли в Блэйд Мэйли. Но это неважно. Энли тоже погибает. Гуд гейм. Баслэйт. Ньюбиянс 1-1. Офигеть. Уверенная победа. Наши матчики напоминают мне CDUC. Если им дать преимущество, то они тебя просто не выпустят с базы и будут прессовать везде. Энли молоток. Он сказал, парни, мне надоело терпеть. Я собрал армлет, надо драться и я пошел. Но с ним пошла вся его команда. А вот показывай. Ты посмотри, какие они довольные. Ты посмотри.